Доброе утро, добрый вечер Надо определиться, что это все равно доброе время Неважно, какой это период времени, или это утро, или это день, или это вечер Это всего хорошее время, всегда хорошее время Я спрашиваю, что переводить надо А, переводить не надо, я все понимаю Добрый день Потому что мы собрались не просто так матрифайной воды, а Мы работаем над тем, чтобы уже какое-то определенное направление Чтобы было еще раньше, часов десять было бы вообще идеально Десять часов утра, где-то на Мальтане независимости, где-то на Хрещатике Мы тут? В Верховную Раду А, Мальтане, да? Нет, служение, мы планируем дальше У нас есть такой классный роман о видении, чтобы у нас служение было в десять часов утра Там один, или что-то такое У нас свежий воздух У нас к вам в неделю тоже много? У моего дома, мы еще не знаем Следите за обновлением Читайте смс Приходите на встречи и будьте на этих встречах Чтобы вы максимально получали информацию из первых уст И вы знаете, мне нравится Я люблю сам ломать людям комфорт Мне нравится людям ломать комфорт Самостоятельно Да, самостоятельно Ты их выводишь из зоны комфорта И заставляешь делать то, что до этого они не делали Они начинают капризничать Начинают говорить тебе разные гадости Возможно там или еще что-то Но вы знаете, когда нас выводят из зоны комфорта Это дает нам возможность расти дальше Дает нам возможность возрастать в чем-то Дает нам возможность узнать Оказывается, есть еще какая-то часть моей жизни, которая не распята, и я еще не до конца ее распял, как будто начинает капризничать. И сейчас интересное такое время, вчера мы с Клавдием, потрясающее тоже было время на Аболоне, кто помнит, что мы планировали пойти с ночевкой. Это же Оксане ночью звонила, она сказала, больше не звони мне, пожалуйста, поздно. Самый момент, мы планировали пойти с ночевкой, но мы этого не сделали, но планы у нас все равно остаются. Я так думаю, я освободился в 4-5 вечера, думаю, хороший вечер, опять хороший вечер, думаю, что делать? Звоню Клавдию, Андрей, не могу дозвониться, звоню Клавдию, думаю, пойдем общаемся. Общаемся, ходили вокруг Аболоне, заблудились немного, я потом уже говорю, Клавдий, отпусти меня, пожалуйста. Я настолько недуховный, просто я встываю. Это было полдвенадцатого вечера, но время было... 11 минут, я не знаю, на самый момент, что было классное время, мы общались, мы познакомились с мужчиной Николаем, да, мы общались, и он настолько был доступен для Слова Божьего. Мы молились за людей, мы молились за дома, в которых люди живут, мы посчитали, сколько там людей? Три тысячи человек в одном доме. Три тысячи человек в одном доме, да, и вы знаете, это потрясающая возможность, когда мы стояли возле этого дома и молились за этих людей, за три тысячи человек, мы ходатайствовали. И вот с точки зрения более такой стратегии, это эффективнее, чем просто делать какие-то точечные действия, когда, ну, эти люди, которые там, меньшинство и так дальше начинают себя проявлять. Вот это эффективнее, вкладывать до того момента, потому что эти люди всегда были, да? Здоровых вкладывать. Да, здоровых вкладывать, а здоровых, и действительно, у нас есть такая хорошая ответственность. И, казалось бы, кто-то говорит, ну, молитва-то не столь важна, но что больше может быть, чем молитва, да? Что можно будет больше, чем просто быть доступным и общаться слоем Божьим. И, знаете, сегодня такое, как раз, интересное время еще, что все идут с такими зелеными штуками, которые вот это вот, похоже, да? Ну, разные там, камыши, травки, мята, мелиса, зверя, ну, кто как-то. Интересно, я немножко размышлял над этим, я понял такой интересный момент, что Господь вот через праздники, Он показывает то, что происходит в духовном мире. Через праздники, которые, если мы правильно к ним относимся, правильно о них вспоминаем, а не просто останавливаемся только на уровне познания, листочек, травка и все остальное. Если у нас уровень познания идет намного дальше, то нам уже даже в этом нет необходимости, потому что у нас есть что-то большее, потому что листочек, это еще, Египет, это еще исход. Да, исход там, где человек находился, ему нет, нам нет необходимости. Мы уже пошли намного дальше, потому что Господь, это была часть плана Божьего, в котором Он открывал листочек, кущи, как это должно было приноситься и так дальше. Христос дальше это все повел, и есть день Пятидесятницы, когда все это происходило. И вы знаете, день Пятидесятницы, очень интересный день, потому что это тот кусочек, который произошел и в жизни каждого из нас, в жизни каждого из нас. Но тогда это ознаменовало такое, знаете, начало нового времени. Начало чего-то нового Господь засвидетелся, потому что до этого момента в Ветхом Завете, если мы посмотрим в служение Духа Святого, заключалось в том, что Он сходил для определенной цели и не пребывал повсеместно на каждом человеке верующем. Да? Период новозаветный, это вообще, знаете, что-то потрясающее, это то, что Господь сотворил, и это произошло в день Пятидесятницы. И мы немножко больше об этом поговорим. Вы знаете, я хочу, чтобы мы так, давайте пару минут, нет, пару это много, минутку. Сейчас останемся наедине с Богом. И если нужно, был какой-то грех, возможно, какой вы не исповедовали на протяжении недели или совершили. И наедине с Богом можно будет просто сейчас помолиться, очиститься, и мы будем дальше двигаться в тишине. Смех наших вечерин в тишине. Господь, мы сегодня приходим в Твое присутствие И мы склоняемся перед Тобой Ты некий всемогущий Бог Господь, и мы ищем Твоего лица Для нашей жизни, Господь И отчист нас, пожалуйста Ты сказал, что если исповедуете грехи ваши То ты будучи праведен, верен Обывающий в крови, Господь И мы исповедуем перед Тобой Грехи наши, Господь И Ты обновляешь нас И Господь, потому что грех, он мешает нам дальше идти И грех, он запинает нас И мы не хотим в этом находиться, Господь Просто очисти нас, обнови нас Помоги нам дальше в Тебе двигаться Господь, мы можете также расположить сейчас наши сердца Чтобы мы вспоминали о том времени Когда Христос был на земле Он был вознесен, когда пришел утешитель Которого прислал Иисус Христос на землю Господи, расположи наш разум, наше сердце Если на наши все восприятия Для того, чтобы понимать Это Господь верой В это принимает, Господи Чтобы оно было не просто Сухой буквой закона А было то, что приносит жизнь То, что обновляет То, что назидает, Господи Во имя Иисуса Христа Аминь Давайте подкроем Иоанна 16 главу 5 по 15 стих Иоанн Глия от Иоанна 16-17 глава Это уже Иисус Христос подходит к кульминации своего служения Приходит уже к какому-то определенному моменту И 17 глава Ее еще называют Первосвященческая молитва Христа 16 глава В этой главе Иисус Христос говорит, что Ему необходимо Уйти на небеса Но Он говорит, для чего Ему это необходимо 16 глава Иоанн Глия от Иоанна С 5 по 15 стих А теперь иду к пославшему меня И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь Но от того, что я сказал вам это печалью Исполнилось сердце ваше Но я истину говорю вам Лучше для вас, чтобы я пошел Ибо если я не пойду Утешитель не придет к вам А если пойду, то пошлю его к вам Он придя обличит мир о грехе И о правде и о суде О грехе, что не верует в меня О правде, что я иду к Отцу Моему И уже не увидите меня О суде же, что князь мира всего обсужден Еще много имею сказать вам Но вы теперь не сможете вместить Когда же придет Он Дух истины, кто наставит вас На всякую истину Ибо не от себя будет говорить Но будет говорить, что услышит И будущее возвестит вам И Он прославит меня Потому что Моего возьмет И возвестит вам Все, что имеет Отец Мое Потому и сказал, что от Моего возьмет И возвестит вам И Иисус Христос говорит о том В чем будет заключаться Миссия Святого Духа Интересно, вот когда я читал Эти стихи, я понял, что Христос им поломал комфорт Он однозначно им сломал полностью все Он сказал, что ваше сердце Но того, я сказал вам Это печалью исполнено сердце ваше Что печалью сердце исполнено Из-за того, что с Христом было хорошо Были вызовы, были возрастания Но тут Он говорит, что-то, что Явно изменит ход будущего событий Будущие взаимоотношения явно меняют Он говорит, что я собираюсь вас покинуть И уйти на небеса И сердце учеников, естественно Оно было сломлено Оно было в печали Но потом следующий стих Но я истинно говорю вам Лучше для вас, чтобы я пошел Ибо если я не пойду Утешитель не придет к вам Если пойду, то пошлю я к вам И вот смотрите, интересный момент Что Иисус говорит Если я не пойду на небеса То утешитель не сможет прийти А если я пойду на небеса Хотя, казалось бы Точечно Иисус останется с нами Но точечно хочется, чтобы Иисус был с нами Сразу же, да? Не уходил бы в какой-то ситуации Но Иисус говорит Истинно говорим Что для вас будет лучше Когда я уйду И пришлю вам утешителя И мне нравится Как называется здесь Дух Святой Одно из его служения Тот, что нас утешает Тот, что ободряет Тот, что назидает каждого из нас Я вначале начал говорить о том Что в день Пятидесятницы Это произошло И это касается, знаете Тогда это коснулось Буквально тех учеников Горницы, которые находились 120 человек Но это ознаменовало Начало нового события Что теперь каждый верующий Который принимает Иисуса Христа К силу и Спасителя На него сходит Дух Святой Который есть утешитель для него И это уже касается Не только тех людей Которые находились в горнице Но это уже касается Лично Андрея Лично Тани Лично Оксаны Лично Клавдия Виктории Оли Константина Это уже что-то Что лично меня Так же касается Из Дух Святой Который служит нам Потом дальше Его служение Он прияблечит мир О грехе И о правде суде О грехе Что не верует в меня О правде Что я иду к Отцу моему И уже не увидите меня О суде же Что князь мира Сего осужден Еще многое Я имею сказать вам Но вы теперь Не можете мести Когда же Он придет Дух истины То наставит вас На всякую истину Ибо нет Себя говорить будет Но будет говорить Что услышит И будущее Возвестит вам Он прославит меня Потому что От моего возьмет И вознесет вам Давайте посмотрим Деяния Первую главу Не знаю Для меня как-то Деяние Очень интересно Потому что Деяние Такой переходной Момент Когда Первая глава Раскрывает Что Иисус Христос Уходит на небеса Что Иисус Христос Идет на небеса Вознесение Но так же В Деяниях Есть интересный момент Что Когда Ученики Слюдились за Христом Давайте откроем Деяние Первая глава Шестого стиха По всему Они сойдясь Спрашивали его Не в сие ли время Господи Восстанавливает Ты царство Израилью Он же сказал Не ваше дело Знать времена Или сроки Которые Отец Положил В их своей власти Но вы Примите силу Когда сойдет На вас Дух Святой И будьте Мне свидетелями В Иерусалиме Во всей Иудее И сама И даже До края земли Сказав сие Он поднялся В глазах И облако Взяло его Из вида Когда они Смотрели на небо Во время Восхождения Вдруг Пристали им Два мужа В белой одежде И сказали Мужи Галилейские Что вы стоите И смотрите На небо Сей Иисус Вознесшийся От вас На небе Придет Таким же Образом Как вы Видели Его Восходящим На небо И вот тут Тот момент На котором Христос Говорит Что я Уйду На небеса Смотрите В этом кусочке 6 по 11 стих Мы можем Разделить Его на Две части Первая часть Это Первый приход Иисуса Христа И он Вошел На небеса Следующая часть Это Его возвращение Обратно И вот Смотрите Насколько Потрясающий Момент Что Христос То что он Обещал В Иоанна 16 Когда он Рассказывал Он говорит Находитесь В этом Определенном Месте И будет Происходить То что Я вам Говорил Будет Происходить То что Я вам Говорил Смотрите Он же Сказал Но вы Примите Силу Когда Сойдет На вас Дух Святой Примите Силу Когда Сойдет На вас Дух Святой И будете Мне Свидетелем В Иерусалиме Во всей Иудее Самарии Написано Находиться В определенном Месте Потом Принять Силу Когда Сойдет На вас Дух Святой И так Часто Бывает Что Мы вчера Об этом Лили Славь По поводу Силы Но без Чего Это слово Интересно Да Да Вот это Сила И часто Христианин Может бежать Впереди Паровоза Вроде бы У него Поплотив Много сил И он пытается Что-то делать Но в конечном Итоге Он приходит К тому Что Зачем Мне это собрание Мне это так сложно Становится Все время Все так происходит И так дальше Здесь же Что происходит Смотрите Вы примите Когда сойдет На вас Дух Святой И только После этого Будете свидетелями То есть Сила Не наша Даже сила И мы делаем Какие-то действия Какие-то дела И являем Христа Не своей силой Смотрите Насколько Наш Бог Есть Обеспечитель Своего собрания Обеспечивает Полностью Дает дары Дает силу Дает Обеспечение Для того Чтобы мы Преображались В образ Христа И будете Мне свидетелями В Иерусалиме И Самаре Даже до края земли И очень часто Мы хотим Бежать В последнюю Эту точку До края земли До края земли В Иерусалиме И они говорят Я хочу поехать далеко Ну как-то так Очень далеко Очень далеко Ну какие-то Дальние страны Аж до края земли Да Но тут Последенность В Иерусалиме Во всей Иудее И Самаре В Иерусалиме Это то Тогда Когда примете Силу На вас Сойдет Дух Дней ходил Проповедовал А День Пятидесятницы Это Седмица Выходит 49-50 Поэтому Где-то 10 дней И ученики находятся И знаете Я пытался понять Какие же ощущения На протяжении Этых 10 дней Вот На этот первые два дня Еще горим огнем Первые дня Я думаю Вот Иисус Вот как бы ждем Ждем с дня на день Ждем что-то произойдет Третий день приходит Четвертый Уже как-то Немножко возможно И ослабевается Что-то Да Какие-то моменты Ну вот смотрите Господь Он верный Верный наш Бог Он верный Он не изменяется И вот смотрите Вторая глава С первого стиха При наступлении Дня Пятидесятницы Все были Единодушны Вместе И внезапно Сделался Шум с неба Как бы От несущегося Сильного ветра Им напомнился Вездом Где они находились И явились им Разделяющиеся языки Как бы Огненные И почили По одному На каждом из них И исполнили Все Духа Святого И начали говорить На иных языках Как Дух Давал им Провещевать В Иерусалиме Мы же находились Иудеи Люди набожные И всякого народа Под небом Когда сделались И мы знаем дальше О чем они начали Проповедовать Евангелие Проповедовать И быть свидетелями О Христе И вот то событие О котором Иисус Христос Обещал Оно происходит Я когда слышу Я читаю Это вспоминаю Часто на картинках Вчера буквально Я видел такую картинку Формата А4 Нарисовано Несколько мужей Стоят И на них Как бы Такие огненные Сходят огни Да И такая интересная Иллюстрация Это схождение Духа Святого Также интересный момент Что очень есть Много споров Про иные языки Что это за иные языки И так дальше Люди говорят Почему сейчас они есть Или почему тогда Они только были Почему сейчас Они не в таком И так дальше И знаете Интересный момент В начале Ну того что Начал рассказывать Я сказал что Бог Раскрыл Какой то Началось совсем Новый период Период благодати Диспенсация благодати И вот в евреях Мы сейчас Немножко дальше Посмотрим Этот стик Раскрывает Что Бог Всеми этими вещами Точечно И сконцентрировано Показал О том Что начался Совсем новый период Давайте откроем Евреям Вторая глава С первого Четвертый стих Еврея Послание евреям Вторая глава С первого Четвертый стих Посему мы должны Быть особенно Внимательным И слышим Чтобы не отпасть Ибо если Через ангела Возвещенное слово Было твердо И всякое преступление Непослушание Получало Праведное Воздаяние То как мы Избежим Вознерадев Отоликом спасения Которое Быв сначала Проповедано Господом В нас Утвердилось Слышавшими От Него При засвидетельствовании От Бога Знамениями И чудесами И различными силами И раздаяние Духа Святого По Его Поле И вот Момент Что Господь Засвидетельствовал О том Что начался Новый период Начался Он точечно Показал Что в этот Началось Совсем Что-то Новый Период Начал Происходить И вы знаете Давайте еще Немножко Подумаем До этого У кого с Богом Были в основном Взаимоотношения Между кем И кем Национальность Ибрея Только избранный Народ Никакого отношения Да точечно Там был царь Кир Который Господь Уже Как прообраз Показывал И язычники Так же Но сам момент Что основные Взаимоотношения Происходили Только между Его народом Но здесь Господь Есть такая Диспенсация Церкви Где язычники Которые Близко Не могли Зайти Никакой Святой Святых Не могли Зайти в храм Они находились Двор язычников Вокруг всего Они поступают В тело Христово Начинают Хреститься Через Дух Святой Происходит Это то Что касается Каждого из нас И у каждого Из нас Эти три Он произошел У кого-то Произошел В 10 лет У кого-то В 20 В 20 лет У кого-то В 3 года У кого-то В 4 Своя Личная Переживание Того Что Дух Святой Сошел В момент Уверования Потому что Господь Он засвидетельствовал Всеми Этими Вещами Давайте Еще один Посмотрим Стих Ефесянам 13-14 Первая Глава 13-14 И мне нравится Слово Очень Интересное Первая Глава 13-14 В нем И вы Услышав Слово Истинное Благоествование Вашего Спасения И уверовав Него Запечатлены Обетованным Святым Духом Который Есть Залог Наследия Нашего Для Искупления Удела Его Похвалу Слава Его Слово Истинное И уверовав Запечатлены Обетованным И слово Обетован Обещанное Святым Духом И вот Интересный Есть момент Что Святой Дух Есть Как Залог Нашего Спасения Как Печать Это Действительно Бомба У меня Слово Интересное Современное Больше Но Это Что Что Зону Комфорта Всех Иудеев Сломало Полностью Полностью Разрушило Потому Что Они Не могли Понять Если Мы Считаем Деяния Они Сильно Не Могли Понять Как Язычник Который Не Обрезывается Как Язычник Который В храм Ничего И Естом Занимается Идоложертвенный И так Дальше Как Это Вдруг Он Начинает Пророчествовать Он Начинает Ходить С Богом Он Начинает Общаться Как Так Может Бы А Очень Просто Что Господь Открыл Этот Период Он Засвидетельствовал Об этом Периоде И Он Сказал Что Сейчас Период Благодати И Период Церкви Когда Язычники Становятся Сонаследниками Того Что Господь Обещал И Вот Смотрите Помните С самого Начала Мы Начали С того Что Если Видимо Это Какой-то Начальный Период Понимания Нашего Когда Человек Берет Цветочек И Говорит Это Начальное Что Понимание Но Когда Мы Посмотрели Начиная От Начального И Посмотрели Весь План Божий То Нам Нет Необходимости Сейчас К этому Приближать Потому Что У Бога Есть План Божий У Бога Есть План Который Он Открывает И День Пятидесятницы Первый О чем Говорит Что Когда Дух Святой Пришел Что Господь Верный Говорит Об этом Он Верный Он Верный Господь Когда Дал Духа Святого Он Сказал Что Это Будет Ваш Утешитель Он Наш Утешитель Он Дает Нам Силу И Знаете Это Действительно Потрясающую Свободу Мне нравится Это Выражение Мы Еще раз С Клавдием Тоже Говорили Не Думать О себе Больше Чем Надо Не Фокусироваться На себе Настолько Чтобы Думать Что Мир Он Вращается Вокруг Меня Мне Сложно Мне Не Получается И так Дальше Да Но Есть Дух Святой Который Утешает Который Ободряет Который Есть Залог Нашего Спасения Но Смотрите О чем Еще Говорит Залог Что Оставшееся Дело Которое Говорится В Деянии Дальше Что Иисус Придет Оно Дальше Произойдет Если Первая Часть Дела Которая Была Основана Не На Моих Поступках Не На Моих Делах Что Так И Оставшееся Часть Дела Когда Иисус Христос Придет За Своей Церковью О чем Сказали Ангелы Мужам Галилейским Он Так Же Придет Как И Ушел Что Вы Здесь Стоите И Я думаю Было бы Классно Застать Это Время Когда Иисус Христос Заберет Свою Церковь Было бы Классно Конечно Застать Вот Мы Выходим После Служения Может Для Этого Мы Сегодня Поменяли Служение Посложно На самом Мед Что Господь Он Верный Поэтому Если Не хватает Сил Если Не хватает Сил Дальше Идти Остановиться И познать Что Господь Благ Остановиться И познать Что Есть Дух Святой И Может Хватит Полагаться На Свои Силы На Свои Моменты А Положиться На Духа Святого И Доверять День Пятидесятницы Это Уникальный День И Может Он Произошел Буквально Сегодня Завтра Может Как Есть Моменты Вспоминаем Об Событие И Что Лично Для Каждого Из Нас Значит Потому Что У каждого В жизни Этот День Пятидесятницы Он Произошел Хороший Момент Думать Об Это Господь Слава Тебе За Твое Милость За То Что Мы Могли Сегодня Обновляться В Тебе Мы Могли Назидаться Господь За то Что Мы Могли Возрастать В познании Тебя Господь За то Что Мы Могли Думать О том Что Есть Дух Святой Который Назидает Нас И Залог Нашего Спасения И Мы Могли Обновиться В этом Господи Просто Слава Тебе Слава Господь И Просто Засловить Те стихи Те мысли Которые Мы Сегодня Слышали Или Нам Приходили Они Принесли Плод Твое Царство Во имя С Христа Аминь